добрый день друзья сегодня у нас завершающий блок 5 по цикла обучения ходьбе без опоры людей перенесших инсульт и другие неврологические заболевания связанные с парализацией одной нижней конечности сегодня мы с вами возьмем достаточно распространенную проблему людей которые уже начинают ходить и это перешагивание каких-либо препятствий и в принципе подъем ноги на достаточную высоту достаточно бытовую скажем так высоту работу с более сложными препятствиями мы тоже будем проходить об этом я расскажу в конце видео когда выйдут эти блоки сегодня мы учимся не просто ходить по ровной поверхности научимся перешагивать элементарные бытовые препятствия будь то граница ковра будь то порожек в ванную в туалет и так далее вот давайте приступать давайте начнем поехали итак друзья приступаем приступаем но сначала небольшая вводная часть для чего мы это делаем в принципе проблема в том что зачастую падение людей которые учатся ходить после парализации связаны вот с этой мелочевкой казалось бы которую мы не замечаем в обычной жизни зацепились за ковер зацепились выходя из туалета запорожек многие не могут просто элементарного там пол сантиметра препятствий если ведь но уже не хватает от смелости наступить на это препятствие или перешагнуть его и так что нам потребуется для того чтобы отработать вот это рефлекторное движение которое в обычной жизни мы делаем не задумываясь князь два вида препятствий это мешочки с песком и деревянные кубики и деревянные кубики мешочки с песком совсем достаточно плоским тут не больше полу сантиметра кубики два сантиметра ну как правило выше препятствий в квартирах не бывает ну а там где бывает собственно логика этого процесса она у нас будет сохраняться и точно также можно отрабатывать но начинать надо отрабатывать вот эти движения от более мелких препятствий к более крупным и так что мы делаем давайте начнем мешочков грубо говоря опять же гипотетически левая нога у нас будет парализована то есть кладем один на шаг буквально на шаг на стопу чуть больше стопы вот так на полторы стопы кладем второй и соответственно также чуть больше стопы на полторы стопы кладем третий мешочек а почему на полторы стопы почему не на одну стопу или там допустим две стопы и прочее здоровая нога у нас пойдет привычно пойдет ровно больная нога у нас будет перешагивать препятствий и очень важно чтобы эти препятствия были подвижные чтобы они катались надо их приклеивать смотрите что обычно происходит наш мозг когда мы допустим этим построим вот такую пирамиду пока чтобы это было видно наглядно то есть наш мозг когда мы идем и видим какое-то перед собой препятствие то наш мозг заставляет поднять ногу раньше чем это препятствие есть и перешагнуть его что у нас получается когда мы учимся ходить когда мы восстанавливаем ходьбу во первых импульс из головы к рабочей ноге ту которую мы пытать той который мы пытаемся перешагнуть препятствия идет медленней и чаще всего получается что подошли начали поднимать ногу то есть мы подали корпус вперед и вот здесь нога притормозила она не поднялась настолько чтобы перешагнуть это препятствие а поднялась на сантиметр или пол сантиметра ниже и вот здесь мы уже подали корпус вперед зацепились и полетели соответственно вот эти препятствия должны быть подвижны для того во первых для безопасности чтобы вы разумеется не споткнулись и не упали то есть грубо говоря если вы пытаетесь шагнуть и не донесли ногу на достаточную высоту вы просто его собьете это безопасно ну рассыпется лишний раз можно будет поставить что нам надо с вами отработать нам надо отработать вот тот момент рефлекторного подъема ноги который идет у обычного человека не задумываюсь у нас должно быть так и так разложили вот эти препятствия соответственно встали исходное положение ноги еще раз повторю на ширине плеч и поехали то есть первый шаг мы опять же делаем больной ногой перенесли вес тела на здоровую ногу и приподняли ногу перешагнули препятствия здесь какая сложность здесь вам уже шаг получается достаточно широкий чтобы автоматически перенести сразу вес тела оставить вес тела на задней стоящей ноге будет крайне сложно поэтому не бойтесь сразу переносить вес тела шагнули раз поставили ногу можно поставить ее даже на один уровень с следующим препятствия шагнули 2 опять нога на тот же уровень с препятствия и перешагнули 3 когда это у вас будет отработать но 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 хочу заострить ваше внимание первый шаг у вас таких препятствий может быть ну вот меня три чтоб как бы в кадр влезал может быть 10 может быть 20 знаю за городом живете своя тропинка длинная может быть 30 50 сколько чем больше тем лучше на самом деле больше вы делаете циклическое движение одно за другим одно за другим тем быстрее у вас формируется вот этот двигательный стереотип вот этот двигательный навык поэтому старайтесь все-таки не ограничиваться там тремя пятью а чем дальше тем лучше и так но первый шаг у нас всегда идет из положения ноги параллельно друг другу сразу себе жизнь не облегчайте наступая на один уровень с препятствием потому что если вы столкнетесь но я не знаю пример порог 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 вы же не можете на порог опорную ногу поставить это неправильно это небезопасно это неудобно как минимум поэтому первый шаг у нас всегда идет ноги параллельно друг другу мы шагаем а вот потом уже чтобы сохранить вот этот стереотип нормального шага мы можем второй ногой наступить нас перед следующим препятствием на один уровень с препятствием перешагнуть его и опять наступить и опять перешагнуть надо четко понимать механизм перемещение тела то есть ни в коем случае нельзя оставлять вес тела на сзади стоящей ноги вот этого быть не должно вы уже если вы достойно прошли предыдущие четыре блока то для вас это не составит труда это можем может на начальных этапов вызвать некий страх но опять же возвращаясь к предыдущим блоком первое движение желательно всегда делать с помощником с человеком который вас подстрахует с парализованной стороны и так еще раз стали больная нога перед препятствием не вплотную ни в коем случае а где-то сантиметра за 3 а то и 5 сантиметров от препятствий и все и сразу переносим вес тела то есть мы переносим вес тела на здоровую ногу поднимая больную ногу для того чтобы перенести над препятствие мы сразу переносим вес тела вот он шаг тут же мы это движение с вами в первых уроках делили делили перенесли перенесли до шагнули здесь уже надо сливать это все вы должны это уже уметь то есть стоим шагнули и вот вторая нога уже пошла чуть вперед опять шагнули нога пошла чуть вперед и опять шагнули когда вы освоили освоили определенную высоту эту высоту можно начинать потихонечку увеличивать но есть смысл ее увеличивать не более чем до двух сантиметров больше двух сантиметров это уже чуть-чуть другой механизм подъема и реже нам встречаются как бы такие препятствия которые надо вот перешагнуть и пойти дальше нет как правило если мы встречаем достаточно большие препятствия это нас заставляет нашагнуть на это препятствие и пойти уже уровнем выше это мы будем проходить позже и так еще раз давайте я сейчас намеренно сделаю ошибку то есть ноги на ширине плеч пытаемся шагнуть недостаточно высоко под ногу и пнули этот мешочек это тоже определенный рефлекторный раздражитель будет раздражать и вас и вашу нервную систему вернули мешочек на место и опять пробуем поднять всегда не надо делать так что в один там спнули мешок и дальше как бульдозер там полезли дальше нет не стесняйтесь возвращаться к исходу то есть пока не получится первый шаг нельзя переходить к другому поэтому встали и потренировались размялись по поворачивались по наклонялись и пошли то есть начали раз-два раз-два и раз-два легче все увеличили препятствие на ту же высоту а ту же высоту вот сейчас у нас где-то сантиметр с небольшим да также ноги параллельно и поехали перешагнули и сделан и так раз за разом изначально изначально невзирая на то что вы тренировали ходьбу в разметке здесь уже препятствие изначально конечно же вы будете целиться и смотреть как вам его перешагивать ничего страшного но но это делать можно только в самом начале как только у вас начинает получаться перешагивать эти препятствия глядя себе под ноги 1 2 3 4 и перешагнули как только у вас это начинает получаться сразу поднимаете голову поднимаете взгляд возвращаете его опять же под угол 45 градусов можно уже если вы хорошо отработали предыдущий блок то есть уже такую как бы фантомную линию себе рисовать каждый раз вот то есть вы уже будете отталкиваться не от линии на которые вы смотрите а от периферии в которой мелькает ваша нога вот в этом в этой периферической зоне вы будете видеть свою ногу этого достаточно это нужно обязательно делать соответственно вся эта отработка занимает у вас определенное время когда получается когда получается перешагивать предметы одной ногой когда получается перешагивать предметы одной ногой вот здесь мы будем усложнять усложнять этот процесс и уже будем выкладывать препятствия и под вторую ногу тоже это друзья мои достаточно важно но здесь пойдут изначально пойдут приставные шаги приставные шаги то есть вот это движение более технически сложная и поэтому мы его сейчас будем делить на два движения то есть встали все ноги на ширине плеч у каждой ноги свое препятствие и здесь у нас получается приставной шаг и первый шаг мы делаем как всегда с больной ноги перешагнули и перешагнули приставили еще раз перешагнули и перешагнули приставили и последний перешагнули и перешагнули приставили когда это ситуация более-менее отработано более или менее отработано то мы сдвигаем препятствия совсем чуть-чуть препятствия под под здоровой ногой мы препятствия сдвигаем на на пол стопы на пол стопы так чтобы вы первоначально мы опять же шагаем ноги параллельно первый шаг сделали и второй шаг нога шагает все-таки перед препятствием то есть на одну линию с препятствием под больной ногой опять шагнули и опять на пол стопы вынесли здоровую ногу опять шагнули и опять на пол стопы вынесли здоровую ногу это нужно для того чтобы все-таки нам не возвращаться в исходное состояние и не притянуть так ногу к шагу шагу приставном и так еще раз еще раз шагнули и еще раз стали за 10 простите стали за 35 сантиметров до препятствия и все и поехали сразу изначально ноги параллельно дальше мы идем уже со смещением шагнули и сразу ногу перенесли на одну линию с препятствия через которую будет шагать слабой ногой еще раз шагнули опять перенесли ногу чуть вперед то есть достаточно пол стопы идеально если будет одна стопа вот для того чтобы сохранить вот этот нормальный нормальный шаг итак мы с вами в этих пяти блоках научились отпустили палку научились шагать научились поворачиваться в больную сторону научились научимся перешагивать небольшие незначительные препятствия следующие видео у нас будут посвящены большим препятствия следующие наши видео будут подготовкой к тому чтобы вы могли ходить по лестнице чтобы вы могли по ходить по улице и вас не пугали бордюры парапеты поребрики любые препятствия на которые вы именно будете те препятствия на которые надо на шагнуть подняться и пойти уже скажем так на новой высоте тоже будет несколько блоков в зависимости от ваших отзывов от вашей обратной связи я буду понимать что как не получается у вас и под это уже подстраивать каждый следующий блок поэтому очень прошу пишите пишите в комментариях насколько получается что не получается потому что в основном я подбираю все комплексы упражнений под по вашим отзывам по вашим требованиям собственно вы и даете мне почву для создания вот этого видео контента на сегодня это все друзья увидимся в следующих блоках всего доброго будьте здоровы